Привет всем, дорогие подписчики и гости. Объявление и анонс. Объявление в том, что спасибо, меня очень радует, что за то время, пока я не постчу ничего практически совсем, кроме некоторых постингов, подписка стабильно растёт. И за то время, пока я практически ничего не размещал, она выросла ещё на тысячу человек, и нас почти 11 тысяч. Это приятно. И, в принципе, я не против, продолжайте подписываться, потому что YouTube в настоящий момент, и, скорее всего, это теперь навсегда, будет использоваться не более, чем, скажем, электронная доска объявлений. Вот, например, как сейчас. Потому что ситуация такая, что мне, в общем, нет смысла работать всерьёз по контенту с YouTube более. Одновременно, тем, кто не слышал, говорю, а тем, кто слышал, напоминаю, что у меня активно работают сейчас три ресурса. Вся оперативная информация идёт в Telegram-канале. Ну, там в основном мелочёвка, в общем, там редко бывает что-то по-настоящему серьёзное. Ролики в основном в формате аудио, но бывает и видео, как вот, например, этот, который я сейчас буду анастировать, они выходят на канале Odyssey. Туда смигрирован практически весь контент с YouTube. И, в общем, честно говоря, по функционалу Odyssey лучше, по политике на данный момент, по крайней мере, лучше. Поэтому, в общем, это основная платформа для выхода новых роликов. В низком качестве я их обычно перепощиваю в Telegram-канале тоже. То есть, например, там в высоком качестве они висят в Odyssey, в низком битрейте в Telegram. Ну, так, для удобства, кому лень там идти, вот, в Odyssey. И мой сайт, частный сайт, первый тёмный, продолжает работать. В настоящий момент у него адрес действующий 1d.rocks. Вот, там лежат вещи, которые даже на Odyssey лучше не выкладывать. Типа, полнометражные фильмы, какие-то разговоры, которые, в общем, лучше не выкладывать на чужую платформу и так далее. Вот, там давно ничего нового не было, но скоро будет, потому что я анонсировал, я заканчиваю работу над крупным, очень серьёзным и очень тяжёлым переводом. Вторая лекция Дэвида Юрвинга. Вот, и, насколько я знаю, это будет первая лекция, я первый, кто перевёл на русский язык. Это будет вторая лекция, которую я перевёл на русский язык. Других переводов нет, в общем, кроме моего. Так что, какой бы он ни был плохой, но он единственный в своём роде. И он будет как раз вот на Odyssey, я его выкладывать не буду. Я буду выкладывать его на Первый Тёмный, на сайт. Вот, что касается, значит, свежего релиза, поскольку у нас тут была, в общем, некоторая бомба в виде фильма Барби, то в кои-то веки я сделал именно видеообзор, потому что там используются видеоцитаты и звуковые цитаты. И всем этим цитатам лучше на Ютубе делать нечего, лучше не рисковать. В общем, на Odyssey вроде с этим проблем нет. И, в общем, там этот ролик вышел. И вот эта ссылочка, которую вы видите на экране по QR-коду, она ведёт прямо туда. Ну и линк обычный для клика тоже в описании есть. В принципе, всё, что хотел сказать, сказал. Как я говорю, как бы приятно подписывайтесь. И дальше, ну, в общем, учтите, что здесь серьёзного контента никакого не выходит. Я максимум, что я здесь более-менее регулярно делаю. Скажем, каждый, когда у меня вышли, допустим, 2-3 каста на Odyssey, я в разделе «Сообщество» делаю постинг просто со ссылками. Пишу там, что вот вышел каст на такую-то тему, вышел каст на такую-то тему. И размещаю там ссылки. Но постинги, во-первых, видны только подписчикам. А просто так они не видны и по поиску не находятся. А во-вторых, даже подписчикам показываются постинги не всем. У меня такое ощущение. Или не все их смотрят. Ну, в общем, у них не такая уж большая конверсия. Так что, конечно, постинги эти так себе, как способ объявления. Думаю, вот этот вот ролик, анонс, его увидит гораздо больше людей. В том числе и те, кто на канал не подписан. Вообще, наверное, пора трейлер заменить. У меня уже 2 трейлера на канале было. И по ним можно проследить, в общем, историю развития канала. Наверное, пора записать там третий трейлер. Чтобы он висел для всех гостей, кто не подписан. Просто зашел, могли посмотреть, можно сказать, какое состояние сейчас. То есть, о чем все это вообще. Зачем, почему этот канал существует и что на нем происходит. Ну, в общем, как-то так. Событие большой феминистской мысли произошло. Это фильм Барби. Вот я на него среагировал. И, собственно, представляю этот обзор. У меня все. Смотрите ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok